Это только на первый взгляд. Кажется, что деятельность российских студенческих отрядов заключается в игре на гитаре и веселых посиделках. На самом деле, вот этими ребятами создаются важнейшие для страны объекты. Какие в планах у областного отделения на этот год, расскажу вточнее. Я, Александр Семенюта, здравствуйте. И вот что еще уточним сегодня. Не перевелись богатыри на земле Тюменской. Ну, возможно, мы как бы хотим показать наших, так сказать, героев тех времен. Реклама или просвещение? С какой целью на улицах областной столицы появились шедевры мировой живописи? Код нынче не в мешке, а в упаковке. Для кого это важно, тот может, конечно, обращать на это внимание и платить соответствующую цену. В рубрике «Шпаргалка шопоголика» выясним, всегда ли работает правило более дорогой, значит, более качественный. Получить профессию раньше, чем аттестат. Такая возможность появилась у учеников вечерней школы Тюмени. Новый проект помог ребятам без экзаменов и других проверок знаний получить места сразу в нескольких колледжах региона. Сколько времени потребуется школьникам, чтобы стать дипломированными сушистыми, малярами и слесарями, выяснила Юлия Сауляк. Комнатный цветок должен прижиться к 8 марта, поэтому черенок по-особому готовят к посадке. Вот в этих местах у нас листик будет укореняться, и саму жилку тоже немножечко вот здесь вот надрезаем. Школьники в оранжерее лесотехнического колледжа. Экскурсия ознакомительная, однако желающие ощутить себя в роли ландшафтных дизайнеров нашлись сразу. Протестировать можно и другие профессии. Каждую неделю мы ходим на разные экскурсии по колледжам, и за вот эти вот полгода, что мы учимся, мы столько всего узнали о профессиях. Лично я записалась на первую медицинскую помощь в медколледже, это у нас будут еще занятия. Но я считаю, что это очень интересно, полезно, и в дальнейшем, возможно, повлияет на мой выбор профессии. В этом учебном году вечерняя школа Тюмени опробует новый профориентационный проект. Бесплатно и без отрыва от основных занятий ребят обучают базовым знаниям по 13 разным профессиям. Повар-сушист, мастер по маникюру, маляр и другие. На выбор 6 колледжей и 170 мест. Курс обучения 2-3 месяца. Немецкий станок с числовым программным управлением. Рассекает дерево, словно масло, и способен вырезать любые детали с точностью до миллиметра. 150, вот она. Одна. Да, это одна. И потом 90. Вот она. 90. Тоже одна. Трудиться на таком оборудовании одно удовольствие. Чтобы получить образование по деревообработке потребуется два года. Но для учеников вечерней школы ввели ускоренный курс проектирования мебели. Пока основная задача завлечь в профессию. Удивило, удивило одно. То, что немецкий станок показывает на русском. Вот это вот удивило немножко. А еще там, что особо сильно не надо напрягаться. Задал, компьютер все сделал. А первые дипломированные специалисты в вечерней школе уже появились. Свидетельства вручили ландшафтным дизайнерам. Пересадка цветов. Мы научились делать подпорные стенки. Вот, например, садцы хотите поставить там, да? Нас научили. Бетон замешивать. Так как я девушка в этом не разбиралась, нас научили. При поступлении в технику, кстати, нам сказали, это учитывается. То есть это будет большой балл. Также я могу пойти подрабатывать. Скоро получат свидетельства и плиточники-каменщики. До конца учебного года в проект попадет каждый шестой ученик школы. Рабочую специальность параллельно с основной профессией сегодня могут получить и учащиеся вузов, а точнее те, кто вступает в ряды студенческих строительных отрядов. К слову, уже завтра они отметят свой праздник. И если раньше они строили коммунизм, поднимали целину, то чем сейчас занимается наш штаб? Мы спросили у председателя управления Тюменского отделения российских студотрядов Александра Заболовского. Александр, ну прогулялись по музею, потрясающие экспонаты, но меня больше всего это заинтересовало. Вот расскажите, какую роль он играет в истории. Надо сказать, что этот экспонат появился сравнительно недавно, по сравнению с другими экспонатами, которые представлены в музее примерно года 4 назад. Таким образом студенты, первокурсники отметили День знаний. И вместо традиционного названия АК, они назвали его Кирпич, потому что это фундамент всех знаний, которые получает студент во время обучения. Отделение Тюменское сколько сегодня на сегодняшний день насчитывает бойцов? Тюменское отделение по итогам 2017 года 2800 человек. Пять основных направлений. Строители, проводники, вожатые, сельскохозяйственные, медицинские и сервисные начали это уже формировать. Были уже удачные попытки, и очень надеемся, что будет востребован данное направление. Вот, к слову, уже открылся набор, насколько мне известно. По каким профессиям будете обучать ребят? На базе средних учебных заведений в рамках государственного задания наши ребята проходят профессиональную подготовку. По срокам она занимает от 1 до 3 месяцев, в зависимости от направления подготовки. Специальности это плотники, бетонщики, штукатуры, маляры, проводники, официанты, бармены. И надо сказать, что начиная в 2012 году с цифры 50-60 человек, сейчас точно не помню, а в этом году это будет уже 450 человек. И самое, что еще для нас непримечательное, что это уже не только город Тюмень, но и Ишим, который в прошлом году включился в этот проект, в эту программу, и Тобольск с этого года. Скажите, какие планы на 2018-е? Что у нас в приоритете и к чему готовится отряд? На сегодняшний день достаточно серьезная конкурсная процедура, которую нужно пройти, и там участвуется все. Начиная от истории отряда, комиссарской работы, профессиональной подготовки, обученности. То есть новый, свежий отряд, он не пройдет никогда, да? Ну, скажем, у него есть шансы, но они не такие высокие, как у тех, кто уже, не знаю, 100% обученности, побывали на этих стройках, на этих объектах, там выполнили эти работы, там комиссарская деятельность. То есть там действительно серьезная такая оценочная кампания. Наши планы, которые вот точно мы себе ставили еще в задачу в прошлый год, и буквально в понедельник, в этот понедельник, нам администрация города Тюмени подконцисла подарок. Я считаю, что это самый такой, наверное, сегодня знаковый, весомый подарок, а именно в распоряжении администрации города Тюмени о порядке отбора подрядчиков для благоустройства нашего любимого города внесены изменения. И там уже прописаны студенческие отряды, как, значит, одно из важных и обязательных мероприятий, которые должны сделать подрядчики. И мы в прошлом году уже сделали пробный шаг. И на этот год достаточно серьезные и грандиозные техпланы, вплоть до того, чтобы организовать стройку Тюмени-2018. Я так могу сейчас предположить, что это порядка ста человек, которые действительно смогли бы поработать на благоустройстве нашего любимого города. В областной столице. А если говорить о территориях по всей стране? Ну, традиционно, я говорю, мы заявляться будем, подавать заявки на космодром Восточный, на всероссийскую стройку Мирный Атом, на всероссийскую стройку Север, в том числе, где мы... Крымское направление, вы говорите, открыто. Крымское направление, да. Ну, то есть вот сейчас это все начнет поступать уже, значит, в территории. Здорово. А вот подскажите, как формируются отряды? Потому что мне интересно, ведь названия как-то придумываются касательно направления, направления, деятельности, кто может сформировать свой отряд. То есть я могу, например, прийти в штаб, стать лидером, если это возможно, да, если есть такие навыки, и собрать свой отряд. Как я, собственно, ребятам всегда говорю, у вас самое главное желание. У вас все для этого есть. Вот вам протокол отряда, по которой нужно собраться, не менее там 10, 12, 15 человек, придумать название, придумать девиз, придумать эмблему, выбрать командный состав, все, и получается, что возрастной ценз у нас с 14 лет. Александр, спасибо за такую интересную информацию. Мне так захотелось, на самом деле, вернуться в молодость и поехать. Это же целая культура, это потрясающе, конечно. Спасибо еще раз вам. Поздравляю вас с праздником. Вас спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Год назад в столице региона запустили социальное производство. Линию по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги. Проект был разработан Сюменской областной организацией Всероссийского общества слепых и направлен на решение острой проблемы трудоустройства людей с инвалидностью. Ну, а как сегодня себя чувствует социальный бизнес, покажет Анастасия Косынова. К нам приходит завода, готовила бобина, вот она. Она весена, ну, полтона, чуть больше, чуть меньше. Мы ее делаем вот на эту специальную железную втулку, подъемником подаем на наш станок, и потом наматываем вот на нашу втулку, там специально выходит намотанная по размеру, и потом нарезаем ее уже на туалетную бумагу, на урон туалетной бумаги. Александр Василец управляет самым большим агрегатом в цехе. Мотальный станок крутит метровые катушки, из которых потом остальные рабочие нарезают стандартные рулоны, фасуют, упаковывают. Все сотрудники здесь – люди с инвалидностью. А вот это готовая продукция. Почему именно бумага? Дело в том, что предприятие для инвалидов по зрению находится в жилом квартале, и производство здесь должно соответствовать определенным условиям. То есть должно быть экологически чистым и относительно бесшумным. Производство бумаги как раз соответствует этим требованиям. Продукция востребованная, но и конкуренция велика. За последние полгода здесь изготовили 120 тысяч рулонов туалетной бумаги и полотенец, а могут вдвое больше. Только покупателей не так много, как хотелось бы. Производство держится на плаву за счет заказов от местных санаториев. В этом году выиграли тендер на поставку продукции в областную думу. Но для бесперебойной работы цеха этого мало. Департамент соцзащиты, конечно, нам очень сильно помогает. Мы сотрудничаем со всеми практическими предприятиями Тюменской области, которые находятся под патроножом департамента соцзащиты. Но, тем не менее, объемы небольшие. И, соответственно, для того, чтобы выйти на реальный объем, хотя бы чтобы была окупаемость производства, нужны заказы, заказы и заказы. Пока же едва хватает, чтобы платить зарплату. Средняя на предприятии – 11,5 тысяч рублей. Самый молодой рабочий в цехе Никита в силу особенностей здоровья не может говорить. Но пока шли съемки сюжета, написал записку, что не мог устроиться. Пять лет. В его коротком послании главное – колесики социального бизнеса не должны остановиться. И здесь готовы подстраиваться под требования клиентов. Только бы они появились. Листайте через пару мгновений. Кот нынче не в мешке, а в упаковке. Для кого это важно, тот может, конечно, обращать на это внимание и платить соответствующую цену. В рубрике «Шпаргалка шопоголика» выясним, всегда ли работает правило «более дорогой» значит «более качественный». Быть или не быть. Он всего набрал и шел по самым ароматом, кушая. Но я леликий, сказочных цветов. Кажется, что поэзия осталась только в книгах. Так ли это? И о чем пишут тюменские авторы? В этом году тюменцы смогут оценить новые преображения областной столицы. Ко дню города городские власти обещают открыть экопарк за Тюменский. 79 гектаров поделят на зоны. Там появятся велодорожки, тренажеры и даже место для медитации. Откроют для движения в 2018-м и второй мост через Туру-Помельникайте, благодаря чему он станет скоростным. Там же будет построена развязка с улицей Дамбовской. И, наконец, долгожданным подарком для тюменцев станет самый крупный в стране аквапарк. Длина горок в нем будет больше километра, а высота достигать 22 метров. Необычные новшества тюменцы могут наблюдать уже сейчас. Областной центр стал похож на огромную картинную галерею. На улицах можно встретить полотна Ван Гога, Шишкина, и Васнецова. Вместе с горожанами Карина Закирьянова пыталась понять, это все-таки обычная реклама или способ культурного просвещения. Шедевр русской живописи на рекламном стенде. Узнали классику не все. Три богатыря. А кто написал? Не помню. Это что-то очень русское старое. Это наши три богатыря. Я Мурмец, Никита и Алеша. Почти угадали правильное название картины «Богатыри». Автор Виктор Воснецов. Оригинал находится в Третьяковской галерее. А что же здесь, на улице Республики, делает копия? Возможно, мы хотим показать наших героев тех времен. Наверное, в качестве какой-то рекламы однозначно. Для красоты? Наверное, чтобы популяризировать русских богатырей. А может быть, реклама какого-нибудь магазина. На оживленных улицах Тюмени можно встретить и бурлаков на Волге или Репина, и золотую осень кисти Исаака Левитана, и даже картины зарубежных художников. А это девушка с жемчузной сережкой. Я знаю ее, да. А кто нарисовал? Не могу сказать. Знаю, что это не наше произведение, не наш художник. Это Рембрандт. А как называется? Не помню, как называется. Вроде Рембрандт, но я могу ошибаться. И пусть цель данной акции неизвестна, но подобное украшение города тюменцам уже нравится. Нормально. Мы же цивилизованно в обществе живем. Пусть наши дети и молодежь знают. Развивать молодежь, думаю. Они будут знать художественные произведения. Замечательно. Я как бы в художественной сфере работаю, у меня образование художественное, поэтому я хорошо отношусь. Пока и нам цель этой акции неизвестна, будем ждать подробностей и совет водителям. В пробке можно скоротать время за просмотром шедевра мировой живописи. А фото-шедевры со всей страны уже совсем скоро можно будет лицезреть в Тюмени. Подробности в рубрике «Точнее говоря». На 51 маршруте в Тюмени можно будет расплатиться за проезд банковской карты. До конца месяца к системе безналичного расчета присоединятся еще части автобусов. С конца 2017 года в проект уже вошли ПТП номер один и ПТП номер два. Таким образом, возможность оплатить проезд по карте появилась на 70% всех маршрутов общественного транспорта Тюмени. Напомним, при безналичном расчете цена проезда составляет 24 рубля, при наличном – на рубль больше. В Тюмени пройдет World Eco Photo 2018 – международный конкурс фотографий на тему экологии при поддержке Русского географического общества. Цель – показать не только красоту природы, но и проблемы, связанные с охраной окружающей среды. В конкурсе могут участвовать как профессионалы, так и любители. Работы принимаются до 10 апреля на сайте домфото72.ру. Там же можно найти дополнительную информацию. Тюменка Людмила Шатохина стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа. Мастера по изготовлению традиционных кукол наградили в номинации «Народные художественные промыслы». Финал конкурса в этой отрасли прошел в Салихарде. Дипломы и подарки победителям вручили полпредпрезидента на Урале Игорь Халманских и глава Ямала Дмитрий Кобылкин. Покупай, но проверяй. В новой серии нашей постоянной рубрики «Шпаргалка шопоголика» мы решили выяснить, почему на совершенно одинаковых товарах в магазинах висят ценники с разными суммами. Из чего складывается стоимость и всегда ли дороже, значит качественней. Ни для кого не секрет, что к себестоимости товара накручивают добавленную стоимость за упаковку, за рекламу, за транспортные расходы, за аренду магазина в конце концов. Знаете ли вы, что разница между себестоимостью и ценой в магазине может достигать тысячу процентов? Сегодня разберемся, откуда берутся цифры на ценниках. Пройдемся по магазину. Возможно, вы замечали, один и тот же продукт может стоить по-разному. Например, соль. Без нее не обходится ни одна хозяйка. Но можно купить соль в пакете за 13 или 15 рублей, а можно в банке за 70 или даже 100 рублей. Средняя цена соли «Экстра» от производителя 7 рублей за килограмм. В магазине «Соль Экстра» в целлофановом пакете продается по 15 рублей за килограмм. В этом случае стоимость соли на пути к прилавку уже увеличилась в два раза. Та же соль в пластиковой банке стоит 70 рублей. В этом случае ее стоимость выше почти в 10 раз, то есть на тысячу процентов. Рассмотрим специи. Смесь перцев в бумажном пакетике стоит 70 рублей. Тот же продукт в стеклянной баночке почти на 50 рублей дороже. Преимущество мельницы не очевидно, ведь по сути она тоже одноразовая, так как не открывается и баночку нельзя использовать второй раз. Как видим, цена во многом зависит от упаковки. Этот принцип работает не только с солью и со специями. Крупа в обычном пакете стоит 53 рубля. В красивой коробочке и индивидуальных пакетиках для варки – 107 рублей. При этом здесь гречки на 200 граммов меньше. За интересную идею покупатель переплачивает в два, а то и в три раза. Еще один важный продукт – хлеб. Средняя цена батона от производителей – 11 рублей. В стоимость включены не только ингредиенты, но также и логистика, обслуживание оборудования и зарплата персонала. В магазине такой батон стоит около 34 рублей. Получается, что на пути к прилавку его стоимость увеличивается в три раза. Теперь о популярном хлебе в нарезку. Его себестоимость выше на 2-3 рубля, то есть порядка 14 рублей. Однако на полках магазинов такой батон продается за 38 рублей, что почти втрое больше себестоимости. Итак, продукты, которые нам преподносят как более полезные или более удобные в приготовлении, стоят дороже. Стоит ли переплачивать за эти качества, спросим эксперта. Переплачивать смысла не имеет. Может быть, в чем-то более удобная упаковка, более удобная дозировка для приготовления, например, с указанием 1-2 порции. Для кого это важно, тот может, конечно, обращать на это внимание и платить соответствующую цену. Но, в принципе, вот если говорить о полезных свойствах продукта, какой-либо значимой разницы нет. Сегодня мы выяснили, какие факторы влияют на цену товара и убедились, что более дорогой не всегда означает более качественный. В следующей шпаргалке разберемся, как время года влияет на цены. Ну, время года совершенно точно влияет и на наше питание. Масленичная неделя продолжается. Каких только рецептов главного символа этого праздника не встретишь на просторах интернета. Но вот такого вы наверняка не видели. В рубрике «Вот блин» узнаем секретный ингредиент от известного спортсмена Тюмени. Записывала Анастасия Лизаревич. Пятый день масленицы – тещины вечерки. В этот день, по традиции, дитя приглашают к себе в гости тещь. От души угощают блинами до сладостями. На Руси рецепты масленичной выпечки парни и мужики передавали друг другу. У лидера движения «Стритворкаут» в Тюмени Сергея Мехнина тоже есть теща. Но его рецепт скорее для сильного пола. Сергей, с чем сегодня у нас будут что за блины? Здравствуйте. Сегодня мы приготовим блинчики, так называемые протеиновые. Для кого такие блины будут полезны? Мы сделаем это для тех людей, которые не хотят похудеть. Спортсмены, ребята, которые хотят блинчики и хотят всегда быть в форме. Какие ингредиенты нам понадобятся? Да, сегодня мы возьмем банан, 4 яйца, мука и 2 ложки, то есть это порция протеина. Ну давайте, с чего начинаем? Начнем брать белки. Мы не будем брать желтки. В желтке много жиров. Он спортсменам не подходит. В рецепте самого накачанного кулинара Тюмени нет и молока. Вместо него выжимка белка. Это и есть протеин. Чтобы нарастить мышечную массу, лучше способа не придумаешь. Бананов тоже чем больше, тем лучше. Бананы вообще для спортсмена, это, наверное, я считаю, просто номером один в рационе, которое должно быть использоваться перед тренировкой, после, во время перекуса. Это энергия, быстрые углеводы, ну и, конечно же, там кальций и много разных витаминов. Осталось только это все замешать. Тесто получилось довольно густое. Прожариваем хорошо. Вот в таком варианте эти блинчики в виде оладушек будут поданы. Ну и, соответственно, можно шиповник, можно чай, можно с молоком. Сергей обещает большое количество просмотров сюжета в соцсетях. Спортсмены следят за питанием. Записывайте рецепт. Протеиновые блины от Сергея Михнина. Тесто 4 яичных белка, 2 банана, 4 ложки протеина и столько же муки. На все про все минут 15-20. К блинчикам мед или йогурт. Приятного аппетита! Кстати, если у вас не получится посетить главную масленицу области в Елутровске, вы все равно сможете поучаствовать в празднике. Включайте 21-ю кнопку в 14.00. Телеканал «Тюменское время» будет вести прямую трансляцию этого шоу. Либо заходите на наш YouTube-канал «Тюмен Тайм» или в группы «Тюменское время ВКонтакте» и смотрите там. По случаю праздника в нашу постоянную рубрику «Кадры дня» сегодня попали масленичные куклы. Вы спросите, ну что тут особенного? Но такой концентрации баб на один квадратный метр мы еще не видели. Оказалось, что во дворе усадьбы Колокольниковых музей проводит конкурс «Широкая масленица» поучаствовать или просто увидеть самых необычных кукол можете и вы. Если и вы заметили что-то необычное, выкладывайте снимки или видео в социальные сети, ставьте хэштег «Кадр дня точнее», он обязательно появится в наших выпусках. Быть или не быть? Он всего набрал и шел по самым ароматам, кушая. Но я леликий сказочных цветов. Кажется, что поэзия осталась только в книгах. Так ли это? И о чем пишут тюменские авторы? Талант или хайп? Как собрать 10 миллионов просмотров? Мы спросили у Полины Гагариной в рубрике «Звезда моя». В музее Северного Вагая открылась выставка народных умельцев. Все экспонаты – это сделанные вручную картины, ручники, обереги, игрушки. Больше всего своих творений принесла бывший учитель биологии пенсионерка Валентина Кузнецова. Умению общаться с иголкой и спицами ее научила мама. За свою жизнь мастерица освоила более 20 видов вышивок и способов вязания. Но есть еще к чему стремиться. Еще одним популярным экспонатом стали обереги ручной работы. Это уже дело рук Веры Варис. Все эти куклы по преданию могут привлекать в дом богатство, счастье, придавать силы, а кому-то помогут встретить любовь. Выставка «Мастера земли Вагайской» продлится до конца месяца. Преданиями полон и уникальный туристический комплекс Тюменской области и Лутровский острог. Самые интересные события и восторженные взгляды посетителей этого деревянного чуда мы собрали в нашей постоянной рубрике «Было стало» с Натальей Жуковой. О Елутровском остроге сегодня знают далеко за пределами Тюменской области. Деревянный городок, обдуваемый ветрами с реки Табол, привлекает внимание туристов и на время переносит своих гостей на несколько веков назад. В 2009 году уникальный деревянный город вырос на историческом месте, том самом, где стоял первый деревянный острог, в котором горшки лепили да на зверя дикого ходили жители славного Елутровска. Все максимально приближено к реальности тех времен. На территории разместились любопытные объекты – смотровая площадка, усадьба первой поселенцы с амбаром и мастерские. В 2014-м острог сгорел. Точнее, значительно пострадали башни и ремесленные мастерские. Огонь сожрал смотровую площадку и высокий частокол. Это было потрясение не только для елутаровчан, но и для туристов. А потому восстановление уникального деревянного городка стало для многих настоящим чудом. Кроме того, была увеличена площадь капитальных сооружений на 20 квадратных метров, появился выставочный зал и новые мастерские. Восстановили все общими силами благодаря поддержке администрации нашего города, правительства, благодаря поддержке общественности, жителей. Тут мы его восстанавливали всем миром, поэтому он сейчас радушно принимает гостей. Вот как оценивают острог жители и гости Елутаровска. Мы пожаловали сюда с нашими коллегами из Красноярска и Кемерово. Они приехали к нам в гости и обязательно решили посетить наш острог. Главная достопримечательность нашего города. Прекрасное место, историческое. Видно, с душой отнеслись к этому строению. Нам очень нравится. Мы сюда приезжаем ежегодно. Каждый раз счастливо сюда приезжать. Здесь классно, потому что всякие игры, влечения. Ну и в общем он построен хорошо. Сейчас на базе Острога работают пять мастеров народного промысла. Можно записаться на мастер-классы и проникнуться духом прошлого. А после прогуляться по музейным комнатам и купить на память оригинальный сувенир. Как говорится, почувствуйте разницу. А вот что ждет гостей Елутеровского Острога уже в эти выходные узнаем далее. А заодно разберемся, при чем здесь пельмени, ведь масленица на дворе и где можно будет послушать знаменитые пардовские песни. Во сколько все это удовольствие обойдется, посчитаем в рубрике. Точнее, рекомендует. Главное событие этих выходных масленицы и масштабнее всего провода зимы пройдут в Елутеровском Остроге. По традиции. Там будут народные гуляния, сжигание чучела, ярмарка гигантской продукции, а также выпечка трехметрового блина. Главная интрига перевернут ли его в этом году. В Тюмени тоже отметят масленицу. Повеселиться можно на нескольких площадках. Главное гуляние развернется в парке Заречном. Там гостей праздника ждут кукольное представление, игры для силачей, мастер-класс от моржей, а также баня под открытым небом. И это не считает традиционного угощения блинов. Самое сытное мероприятие недели не масленица, а фестиваль пельменей. В прошлом году тюменцы съели две с половиной тонны пельменей и вареников. В этом организаторы настряпают еще больше. Так что приходите на Цветной бульвар голодными. Там не только накормят, но и развлекут. Также в этот уикенд зимний Бардовский фестиваль. Публику ждут не только концерты, но и мастер-классы от артистов. Гала-концерт в воскресенье, но и в субботу нужно будет послушать участников или посетить творческие мастерские. Игорь Тальков выступит в Тюмени. Он сын всем известного певца и исполнять будет композиции своего отца. Прозвучат как известные песни, так и новые, написанные на неопубликованные стихи. В понедельник на тюменской сцене вновь одна из самых любимых рок-опер наших зрителей Юнона и Авось. Ежегодно артисты с гастролями приезжают в Тюмень, но каждый раз аншлаг, и этот раз не будет исключением. Если хотите услышать знакомое «Я тебя никогда не забуду», то скорее в кассы билетов осталось немного. О филармонии в это же время будет выступать Вика Цыганова. Артистка приедет с программы «Приходи в мой дом». Исполнять песни будет в сопровождении ансамбля и исключительно в живую. Золотой век поэзии Пушкин, Серебряный Блок, Есенин, Гумилев, Бронзовый, Рождественский, Евтушенко. А сейчас? Неужели век технический? И вообще можно ли сегодня найти живые и трогающие за душу строки? В поисках своего автора по тюменской земле прогулялся Иван Шишкин. Если в общем охарактеризовать, какая поэзия сейчас, то она как бы современная. А вот никогда ведь не задумывался о том, какая она сейчас. Не задумывался, а просто писал, разрушая стереотип, что в современном мире нет места поэзии и чему-то высокому. Меня избивают книги заглавными, сутулыми буквами, будто я крепкий напиток выпил и выплюнул всю суть в камин. Будто без верной церемонии слога вышатал всю бутылку один, закусил самым непотребным хот-тогом, запил, забыл. Разрушал стены предрассудков Иван не один. Поэтический турнир строки объединил молодых поэтов Тюмени, творящих искусство, но кардинально отличающихся от привычных нам Пушкина и того же Есенина. С левыми, то ли справыми, то ли где-то между. Ты их не понял? Ответят, не между! Быть лысым или в полоску. Пока на мне есть юбка и комботки, не спрашивайте меня, зачем. Отойдите в сторонку и не мешайте кидать тарелку. Сейчас эпоха технической поэзии. Такой, которая... Поэзия постольку-поскольку. То есть она есть хорошая, есть плохая, и она по всем школам проходит. То есть один поэт может писать во всех направлениях. Рифма, строй и прочие академические премудрости уже не в приоритете. На первое место вышел смысл, правильнее даже сказать посыл, вкладываемый поэтом. Я против академизма в поэзии, потому что в поэзии важна душа. То есть ты можешь писать как угодно и можешь называть это поэзией. То есть даже если это сплошной текст, не строфы, там... как бы поэзия в прозе есть, да, тоже об этом знаем. Под эгидой поэтического турнира объединились 60 человек от 16 до 28 лет. Для кого-то это казалось первым опытом выступления. Кстати, Алена одна из немногих представительниц прекрасного пола среди творческой братьи. Он всего набрал и шел по самым аромат, кушая, но религий, сказочных цветов. Постоянно приезжают какие-то новые люди, новые авторы и ключевой задачей у нас на этом турнире являлось подтянуть молодых авторов, которые не выступали еще в Тюмени нигде, не светились масштабно. И у нас, в принципе, получилось по большей части. Кто-то со временем перестанет выступать, но те, кто продолжит, возможно, и есть новые классики, учить творение которых будут дети двухтысячных. И тогда мы сможем с гордостью сказать, и я помню, как этот поэт начинал. Соревновались в мастерстве рифмы и в другом месте в Тюмени выбрали гимн региональной школьной олимпиады. Музыку и слова писали четверо человек. Среди них были как взрослые, так и дети. В экспертное жюри вошли преподаватели Тюменского государственного института культуры, лауреаты различных фестивалей и конкурсов, поэты, композиторы. Победители помогали выбирать и тюменцы после онлайн-голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек. Первое место отдали Татьяне Иконуровой. Опыт участия в таких конкурсах для меня не первый. Я являюсь автором многих областных и даже всероссийских мероприятий. Я знаю, что мое творчество, оно нравится многим, оно заряжает многих детей. То есть я пишу песни для ребячей республики и для меня это часть моей жизни. Впервые услышать гимн можно будет на закрытии регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады. Но ни один гимн не собирает столько прослушиваний и уж тем более ни один патриотический клип столько просмотров, как творчество героини нашей рубрики «Звезда моя». Что важнее, талант или хайп? И как получить 10 миллионов просмотров на Ютуб? И может ли в этом помочь муж? Нам рассказала Полина Гагарина. Полина, добрый вечер. Добрый вечер. В этот тур ты впервые поехала с симфоническим оркестром. Такое масштабное шоу. Почему сегодня многие артисты, которые и так безумно востребованы, невероятно талантливы, а все равно делают какой-то перформанс, разные экраны, эффекты, хореография, зрителям мало просто музыки? Во-первых, артист, он для того, чтобы удивлять. Так говорил Станиславский, чем будем удивлять. Каждые 2-3 года точно артист обязан делать по новому шоу, что-то добавлять, удивлять, потому что Россия, с одной стороны, очень большая, с другой стороны, города так или иначе повторяются, и некоторые зрители уже видели прошлогодние шоу, хотят нового. Как ты считаешь, все-таки сегодня важнее талант или такое заезженное слово, скажу, хайп, мне кажется, таланты это и есть хайп, всегда, на все века. Просто я, почему у меня этот вопрос возник, есть некоторые артисты, я приведу конкретный пример, Ольга Бузова, у которой говорят, гонорар миллион рублей, а ездит человек, выступает под фонограмму, не делает никакого шоу, люди идут. В чем феномен? Я не знаю, я не знаю, ее прет, ну, во всех смыслах этого слова. Энергия, это очень важно. Оля сейчас находится, наверное, в каком-то энергетическом подъеме. Артист – это такая уникальная единица, если на него идут, значит, на него идут. И тут, как бы, искать, в чем феномен, за, против. Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой, но знаю, что наверняка у нее должны гореть уши каждый день, потому что, мне кажется, хотя бы, ну, точно не раз, но хотя бы раз в каком-то кругу людей разных абсолютно ее имя упоминается. И вот это хайп. Ну, она в тренде, поэтому сложно ее не упомянуть. Ну, и в завершении недавно твой клип «Обезоруженно» стал самым клипом, который быстрее всего набрал 10 миллионов просмотров. Правда? Да. Вы даже мне такие приятные новости сообщаете первыми. Артисты отслеживают это, потому что это, наверное, один из ключевых показателей успеха в количестве просмотров. Это очень круто. Я не знала, что он самый быстрый. Наверное, он самый многострадальный. У этажей было 7, такого количества не было. Почему так надо? И 6-й уже, когда пришел 6-й, я его просто зарезала, и я поняла, что хочешь сделать хорошо, сделай сам, а сделай сам, сделал мой муж. Я просто подходила, утверждала, вот он крутил, и я считаю, что это его большая заслуга, потому что он делал это от сердца, естественно, и очень переживал. это его первая работа, скажем так, в этом абсолютно не его деле, и она у него получилась на 100%, поскольку вы видите вот такой вот невероятный результат. Ну, видите, хочешь сделать хорошо, сделай сам, так что, дорогие друзья, делайте сами. Спасибо большое. Итак, в Тобольске праздник отметим при минус 8, и, возможно, пройдет слабый снег. В Тюмени в субботу чуть теплее, 7 градусов ниже нуля, и выглянет солнцем. Ну что ж, на сегодня у меня все. Хороших и запоминающихся вам выходных. Счастливо. С вами был Александр Семенюта. Берегите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok